итак прошло два дня моего похода сегодня вторник 16 июля и на сегодня у меня не такой длинный переход как был позавчера всего 5 километров я должна дойти до ручья монеташор перейти его и дойти до впадения безымянного ручья в этот ручей и там желательно где-нибудь в лесочке я планирую остановиться вот сейчас я здесь нахожусь вообще-то я хотела сначала вот до сюда дайте но тут уже нет леса поэтому где-то где-то вот здесь вот я остановлюсь если конечно там будет где встать там склон такой посмотрим хотелось бы конечно в лесу там и дрова и тень прямо по курсу у меня будет кряш монета нырд с вершиной пятьсот пятьдесят четыре и шесть метров невысокая вершина видимо небольшой кряш сижу я на камешке ем кашу смотрю впереди что-то шуте и цветы подхожу смотрю а это моя купавочка моя купавочка я позавчера когда устанавливала палатку случайно надломила ее не так жалко стало и ее оторвала поставила вот сюда в водичку и она прекрасно себя чувствует лепесточек один отпал ну так она здесь да стоит видимо свой ветр живет тут лук уже цветет все я вышла на дорогу я сейчас под рюкзаком прощай лёг ваш все было прекрасно спасибо сейчас брод будет вижу уже это та протока которую я вчера нашла когда гуляла кстати вот тут вот хорошо что я вчера пошла просто прогуляться на разведку отыскать где тут выход к дороге и вот тут вот ой нет где ой где вот вот проход вот этот от берега тут все было завалено корягами ветками я вчера тут расчистила себе проход и сейчас прошла без проблем пить хочу нет ладно пока не буду пить я напилась много воды с регидроном ладно пока потерпим брод был очень легкий каменистый мелкий а там то что впереди болота какой-то нет надо на разведку идти а где ж тут сесть то камень где же мне рюкзак то снять вот нашла тут полочку тут эта коряга была вот это вот вот здесь я ее убрала сейчас пока этим занималась вот туда норки тут или чё то ли крот то ли крыска маленькая выскочила и и туда убежала ну что пойдем на разведку смотреть что там такое как хорошо что я без рюкзака сюда пошла я вот тут вот уже поехала ё-моё как это входить сюда вообще нельзя соваться но я так и знала что тут может быть сквозь так сейчас будем искать обход ура обход найден мне правда пришлось его расчищать там от завалов от всяких сухо стоя там он он вроде как и сухой но не ломается пришлось там покорячиться все будет расчищен разведан сейчас я здесь и пойду да опасная штука хорошо что обход нашелся кто тут никак не пройти он и листая такая штука если даже где воды нет тут засасывает и скользит то там вообще сгинешь слава богу вот эту еще убрать надо вот она сухая а вообще не ломается сейчас ее надо или загнуть куда-то сейчас я что-нибудь с ней сделаю чтобы на мне не мешалось проходить прошла всего несколько десятков метров мне опять вынужденный отдых опять вон чего надо опять искать обход как я хочу найти чистую речку и выпить ее всю прохода нигде нет это какой-то какой-то засасывающий ручей он везде не кончится придется мне сейчас напилить веток и бросить их вот на самый короткий участок и по ним пройти иначе нет там я пробовала там даже без рук заказа засасывает ничего делать вот трудная дорога сегодня вчера была длинная но легкая сегодня короткая ну вот вот такая вот вся наверное будет вот так вот 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 ну вроде держит и с рюкзаком наверное выдержит вот ну и как я хочу дойти до монитошора и выпить его весь но до него еще больше двух километров вот по такой хрени ой солнце зашло за тучку какое блаженство даже ветерок какой-то маленький меня обдувает неужели вот это вот если это кряж монетанырт неужели вот эта гора всего 500 метров наверно так и есть как тяжело идти в жару лучше бы такая погода была когда нас на и 100 то приду по-любому там начнется ветер вот мне надо чтобы ветра не было чтобы плыть по нему сейчас тут луку наелась все какая-то влага дополнительная до витамины так пить хочется у меня воды вот эту я набрала полную бутылку это я накипятила из лёгвожа остудила в речке и добавила туда регидрону думала вообще пить то может и не буду вчера ведь шла жарко тоже было но я не пила и не как-то мне не хотелось а вот мы сейчас посмотрим сколько градусов на улице пространство большой телефон пространство начать 27 5 ну не знаю я бы сказала 30 ну ладно вот опять такая же хрень только тут а нет вон и вы вижу придется также рубить что ли о так я так сегодня вообще не дойду здесь к счастью не так страшно без рюкзака меня держит с рюкзаком не знаю поэтому подстраховалась а как же учиться блазнительно я не могу слышать этот звук я еще больше начинаю хотеть пить это филадоци я когда шла мне попадались такие цветы интересные белые четырехлепестковые я таких еще ни разу не видела но я когда под рюкзаком еду я вообще ничего не могу снимать а когда останавливаюсь их нет но где ягоды то конец ой середина июля шикша где где ягоды сейчас бы их поела водяника когда пить хочется очень хорошо их кушать вон они еще в зачаточном состоянии на ура я на своротке я уже свернула на финишную прямую к реке не осталось почти 700 метров меньше сейчас буду торжественно допивать воду я сказала себе что когда дойду до своротки то допью вот эту воду я сейчас делаю так беру воду в рот держу ее там в рту и глотаю по маленькой по маленькой капелюшечки и так это классно чушь ее раньше просто пила вот последнюю допиваю и до реки уже там надеюсь напьюсь ой хоть и под рюкзаком-то сниму хорошо хоть дорога хорошая я думала тут опять болотина будет нет пока вообще классно потом я видимо вот через тот лес пойду ну и и потом туда скоро скоро 530 метров осталось мне кажется я что-то слышу какое-то журчание но из-за оводов из этих я ничего не могу расслышать вот я и на реке я правда рюкзак оставила знаю в телефон не вижу вон он там на пригорке лежит сейчас буду разведывать что тут как где дорога как и течу я уже кружку приготовила буду пить эту реку ну держись река монитошор сейчас я тебя выпью а ну вот а тут уже цветет вот это разновидность иван чая вот про него я говорила то на реке люк вош ты я ищу место где я смогу отдохнуть мне же надо какую-то возвышенность найти потому что с плоской земли не не встать рюкзаком вообще никак не встать у меня просто раздавит вот кочку нашла всего сейчас я пойду за рюкзаком отдохну перед бродом книж перед брод брод же сейчас будет но я его уже побродила там нормально и окружек 10 воды выпила а это мытник что ли и горы почти вокруг меня те вообще красиво подсвечены так вечерним солнцем сейчас посмотрю по карте это все еще кряш монитонырд или как а вон лес который я уже скоро войду или это монитонырд и только вот там вот гор нет вот такая красавица одинокая лиственница тут растет и то тут то там вокруг нее такие детки замечательные пушистые какие просторы обзор открывается на далекие дали в карте это я забыла посмотреть в карте это я забыла посмотреть я забыла посмотреть вот ну вот 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я обрызгалась рифтомидом, сейчас намазалась кремом самодельным Это говяжий жир с маслом гвоздики Вот они меня пока не кусают Я иду, три погибели, согнутая Все равно, как могу, так сниму Жалко, что солнце уже село Освещение, конечно, не тайное Да, жалко, что уже темно Для меня не темно, а для камеры темно Вот там освещение получше Вот ножевельник Мне попалась полка Сняла рюкзак Пойду поснимаю Дрозд Чирикает А вот это лиственница Такая могучая Я не могу ее обхватить Какая она толстая Сняла рюкзак Сняла рюкзак Ручеек Сейчас я его Переброжу Ой, как тут красиво Как тут красиво Я уж думала, тут этого не будет, болота После того, как я перешла ручей Так вот, меня тут засасывает прямо Ну, не глубоко пока что было Вот сейчас не знаю Сейчас, может быть, глубоко будет Вот такие дебри Это дорога Как бы тут не грохнуться Сняла рюкзак Пошла на разведку Проведать Че да как тут где Как пойти А вот это кряж Монитонырд Видимо просвечивает Вот его видно Ручей журчит Да Я его перейду И все И уже буду выходить К Монитошору Ой Да, к Монитошору Да, как будто там насыпали чего-то Просто Насыпь, как будто какая-то искусственная Все, я вышла к Монитошору Потом расскажу все Как что было Вон там рассвет уже А я еще Спать не ложилась Вот через те дебри Я вчера продиралась Чтобы выйти к реке Не знаю На адреналине, наверное Потому что я когда по дороге иду Я каждые чуть ли не 5-10 минут отдыхаю А тут шпарила И шпарила И при рюкзак забыла Пока не вышла Не успокоилась И вот такой здесь вид Вчера я ничего не снимала Спать так хотела Я не то чтобы устала Я просто хочу спать Я не досып Я сегодня вообще не воссталась Помолюсь, как мне дают Еще жрища такая Хочется спать раздетой От них вообще спас У меня тут столько много И дров тут нету Я думала тут лес будет Но нет Лес нет А там и спас Всего топлива зажгала Может быть дымок какой-то пойдет Гриб-трутовик вообще на них не действует Может быть трутовик такой некачественный Он и грибки наточный Он и нуждает постоянность Такая свеча, которая не дождает Вся чешусь на уже месте живет У меня столько мошек Сколько комаров Махаон летает Я утром видела два махаона Пока Камень не распевала мне Вон она В общем, вчера Была такая ужасная дорога По сравнению с 9 километрами Эти 5 километров Мне показались еще тяжелее Там были всякие ручьи Засасывающие Там болото было Засасывающее Он не глубоко засасывал У нас вот чапка Потом другое болото было Скажу, не помню Сколько там было Потом был участок хорошей дороги Очень хорошая Я шла и радовалась Это перед Перед Монитой Шором На него уже ходишь на свадьбу А по спутнику Она выглядела вообще Небнятной Я думала, там я вообще Встряла Но там как раз Самый этот вопрос Начинается Но нет Она была самая хорошая Родная девушка Очень приятная Родная девушка А потом Чем ближе Своротка Через дебри Я дорогу потеряла Там Дебри такие были Как бы коллайберостка И корни наружу Девчата Вот я поэту Там Почесала А потом Самое-то главное Должна была Выйти на своротку На колею Которую Дойдет К Монитой Шором Основная дорога Куда дальше Попробуем А эта свородочка Она на спутнике Делем еле Развлечена Липки Не менее На лесу Я ее вообще Не смогла найти Я как бы иду В том месте Где она Есть На ее Я уже Плюнула Липкой Где была Надо скорее Будешь Выкинуть На остров А сегодня У меня вообще Дороги не будет У меня вообще Как попало Придется идти И назначено У меня Девять километров Что-то я сомневаюсь Что я пройду Эти девять километров Я же вчера Ложку потеряла Последний раз Я ее видела Когда мыла Я ее Вместе с потоком На речке Все Я столько времени Попробуем На ее поиски Как поздно Дошли Из Вечера Весь берег Почесала Вдолю Как веревка Туда Сюда Вот вчера Бил Той Супер Уже Привязала Веревочку Надо сразу Крошки Привязать И Привязать Конечно Серая С камнями Смирается Но я очень Тщательно Смотрела Я Особенно Там была Я Веревка Если только Она Влет Ухала Ухала И уточения Унесла Не знаю Ухала Первая Катерина Вот я Стартанула Прошла Совсем Чуть Села Отдыхала Да Как плохо Что жар Это когда Будет Сплав У меня Вот там Наверное Будет Холодно Прошла Метров Четыреста Уже Два Раза Перегрузила Речь Сюда Обратно Вот это Вдоль реки Где оно Такое Сюда Сюда Страшные Броды Как я их Не люблю Я так Всегда Боюсь И так Одно Хорошо Что С водой Тут Заморочек Нет В любом Нет Нет Таких Одно Вот в какой высокой траве приходится идти палками раздвигать, чтобы было видно что-то. Скоро, наверное, уже кончится это, но не вечно же так будет, потому что бродить что-то я не хочу, боюсь такие бурные потоки, потом обратно придется, наверное. Ладно, главное осторожно наступать, чтобы в яму там не провалиться. Да, надо было все-таки перебродить, сейчас бы шла там без проблем. А я залезла вот на высокий берег. Долгом там еще будет. Так, я уже почти у цели. Сейчас закончу операцию, расскажу, что было. Ура! Я спустилась! Я нашла самый пологий склон, но несмотря на то, что он самый пологий, он достаточно крутой, на ногах бы мне по нему не спуститься. Я сначала хотела рюкзак отпустить, свободное скачение, но побоялась, что процесс станет направляемым и рюкзак улетит куда-нибудь вообще, в воду куда-нибудь. Хоть тут и мелко, но все равно не хотелось бы. И я с ним на спине, на попью ехала с этого склона, потихоньку. Все, сейчас я переброжу, а то по этим дебрями идти-то мне что-то не хочется. Я там на разведку сходила, там очень собрала. Все, сейчас я где-нибудь переброжу, попью с чая и дальше пойду там, не знаю, что будет. Все, я перебрадила. Конечно, у меня таких съемок не может быть и речи. Получается очень долго. Каждый шаг не щупываясь подолго. Чтоб нога стояла источник. Пока не убедишься, что нога стояла источник, шаг следующим делом. Очень долго. Да, 9 километров седьмой методом. Идти вообще невозможно. И тени нету. Ой, еще в штанах приходится идти. Во-первых, не тащить же их в рюкзаке еще. А во-вторых, не сожрутся. Ой, у меня уже мысль возникла. Днем спать, а ночью уйти, когда мы живы. Невозможно. Хотя как уснешь в такую жарищу? Комары не будут. Сейчас снимаю тут виды. Смотрю, махаоны летают. Я говорю, махаон, махаон, сядь куда-нибудь. Давай, сядь куда-нибудь, пожалуйста, сядь, сядь. Он берет, подлетает ко мне и садится вот сюда. Поверхность вот только сейчас такая стала, приемлемая для ходьбы. А до этого была травища с какими-то широкими листьями. мне по грудь. Мне приходилось палками ее раздвигать, смотреть, что там внизу, чтобы не упасть. Справа от меня обширные снежники. В общем, я сегодня вообще не продвигаюсь. Чуть больше километра прошла только сегодня. Невозможно. Я постоянно сажусь, отдыхаю. Вон там рот такой или пещер. Вот-то заглянуть в нее. Ну, что-то мне неохота туда лезть. Ну, то есть идти туда. Мне надо силы поберечь. Там интересно. Я все равно не пойду. А вот и первые красоты на реке. Их будет тут очень много. Водопадов. А я пошла на разведку без рюкзака. Посмотреть, как вот это вот красоту отходить. По снегу я, естественно, не пойду. Как-то надо будет вскарабкаться опять на берег. И там потрабища наверно. Ну-ка. Не знаю, высокая нить. Ну, не альпийский лук. Кстати, у меня попадались вкрапления альпийских лугов среди путового изобразия. А так-то нормально идется по снегу. Чем вот по этим дебринкам драться. У меня ведь когти есть, но что-то я не подумала, что они уже сегодня мне понадобятся. И запихала их на самое дно рюкзака. Перебирать рюкзак сейчас что-нибудь. Да, по снегу нормально было бы. Ну, чё, чё вот это вот по карлитовой березке что-ли огнится? Придется сейчас рюкзак перебирать. Интересно, я сейчас хочу забраться, посмотреть, во что он дальше превращается. Чтоб он вкрепит какой-нибудь не попасть. Сейчас залезу, посмотрю, если все нормально, то буду в притяг перебирать. Ну да, есть возможность с него улезнуть потом вон туда, на землю. Ага, надо коптенький осталось. Ну вот, например, альпийский будет лужок. Голубика. Совсем еще... А! Так это вообще цветы еще. даже надежды нет поесть ягодь. Вот какие... Это, конечно, не... Как они называются? Не кошки. Но, я думаю, достаточно по снегу заходить просто. Чтоб надо подскользнуться. Сейчас второй надену. Ну-ка, надо испробовать. Без окнется. Вот беспокоит меня только, как бы не провалился снег, потому что с рюкзаком это уже почти двойная ночь. Хвала Господу, я прошла. Ушла с молитвой живые помощи Вышнего. Сейчас снимать будем. Ну и правильное поступило, что ушла со снежника сюда. Здесь уже началась горная тундра со всеми ее красотами и прелестями. Вот это гаремонелла мохевидная. Когда-то я приняла ее за цветущий мох. Также здесь есть филадоция. И вот эти красивые цветочки, которые я в прошлом году увидела впервые. И конечно же я забыла, как они называются. А вот и главная красота, в которой открылся здесь моему взору. В creechочке. Вещество. Возвращая вода. Возвращая вода. Возвращая вода. А вот это. А вот это. Продолжение следует... Облако как будто журавль не летит. Продолжение следует... Продолжение следует... Прожилки кварца видимо... Продолжение следует... 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 красиво там горы одна за другой заходят они могли бы быть разных оттенков если бы освещение было сейчас время там я даже не знаю по какому времени жить то ли по здешнему то ли по нашему старому ой по нашему петербургскому сообщение то я домой по нашему времени отправляю да и вообще стараясь придерживаться нашего один телефон по здешнему iphone перевел на здешние а этот вот android на старом все я уже спать хочу заговариваюсь вот и ржанка подала голос но как я включила камеру а нет вон вдалеке где-то а так близко пикало знакомые такие звуки здешние да ночью конечно днем идти невозможно а ночью тоскливо все серое горы тут какие-то неприглядные какие-то серые серо-коричневые и ничего на них не растет почти что я все медведей выглядываю жалко так что не сохранилась или не записалась так и не поняла что произошло ну а с другой стороны тоже какие-то страшные горы неживописные Неживописный.